Здравствуйте, это «Между строк» подкаст о русской поэзии, один выпуск, одно великое стихотворение, сегодняшний наш герой Александр Галич. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Варя, привет! Привет, Лёва! Долго мы гадали, какое стихотворение Галича выбрать. Сегодня впервые в подкасте будет нечто юмористическое, хотя насколько этот юмор весел, мы обсудим. Мы решили поговорить о стихотворении или о песне «Красный треугольник». Не вполне ясна точная дата её написания. По некоторым свидетельствам, это 1963 год. Есть более такое широкое мнение, что между 1961 и 1966, мне представляется, что ближе к 1966, скорее, более верная датировка. Может быть, чуть позже поговорим, почему. Текст этот многим известен и расходился. Он в своё время в магнитоальбомном сам издате, также под названием «Парамонова» или «Товарищ Парамонова», или по первой строке «Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать». Я думаю, что поскольку этот текст длинный, мы его сегодня прочитаем на двоих. И, Варя, пожалуйста, давай начнёшь ты. Хорошо. Александр Галич «Красный треугольник». Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать. Вот стою я перед вами, словно голенький. Да, я с ненулькой гулял с тётей Пашиной. И в Пекин её водил, и в Сокольнике. Поясок ей подарил поролоновый. И в палату с ней ходил, в Грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границу. А вернулась ей привет, анонимочка. Фотоснимок, а на нём я, да, Ниночка. Просыпаюсь утром, нет моей кисочки. Ни вещичек её, ни записочки. Нет, как нет. Ну, прямо нет, как нет. Я к ней в ВЦСПС, в ноги падаю. Говорю, что всё во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлую. Ты прости меня, товарищ Парамонова. А она, как закричит, вся стала чёрная. Я на слёзы, на твои ноль внимания. Ты мне лазари не пои, я учёная. Ты людям всё расскажи на собрании. И кричит, она дрожит, голос слабенький. А Хэллоуи уж тут, как тут, каплют капельки. И Тамарка Шестопал, и Ванька Дёрганов, и ещё тот референт, что из органов. Тут, как тут. Ну, прямо тут, как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание. А дело было, как сейчас, помню первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного. А по Рамонова гляжу в новом шарфике. А как увидела меня, вся стала красная. У них первый был вопрос – свободу Африки. А потом уж про меня, в части разная. Ну, как про Ганну, все в буфет за сардельками. Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами. А как вызвали меня, я свял от робости. А из зала мне кричат – давай подробности. Всё как есть. Ну, прямо всё как есть. Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать. Вот стою я перед вами словно голенький. Да, я с племянницей гулял, с тётей Пашиной. И в Пекин я её водил, и в Сокольнике. И в моральном, говорю, моём облике есть растленное влияние Запада. Но живём ведь, говорю, не на облаке. Это ж только, говорю, соль без запаха. И на жалость я их брал, и испытывал. И бумажку, что я псих им зачитывал. Ну, поздравили меня с воскресеньем. Залепили строгача с занесеньем. Ой-ёй-ёй, ну прямо ой-ёй-ёй. Взял я тут цветов букет покрасивее. Стал к подъезду номер семь для начальников. А Парамонова, как вышло, стала синее. Села в Волгу без меня и отчалила. И тогда прямым путём в раздевалку я. Тётя Паша, говорю, мол, буду вечером. А она мне говорит, самаралку нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя Нина Саввовна, она думает как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот тена, ну прямо вот тена. Я иду тогда в райком, шлю записочку. Мол, прошу принять, по личному делу я. А у Грошева и как раз моя кисточка. Как увидела меня, вся стала белая. И сидим мы у стола с нею рядышком. И с улыбкой говорит товарищ Грошева. Схлопотал он строгача, ну и ладушки. Помиритесь вы теперь по-хорошему. И пошли мы с ней вдвоем как по облаку. И пришли мы с ней в Пекин рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую за советскую семью образцовую. Вот и все. Песня, которую Галич неоднократно исполнял на разных домашних вечерах и на своих публичных выступлениях, что, в общем-то, для него в сочетании с другими его песнями не очень хорошо закончилось. И эта песня всегда фигурировала в разных проработочных статьях и речах против Галича, как очередное издевательство над советским строем, советскими людьми. Хочется сказать, наверное, прежде всего, что текст этот уже сейчас, хотя с его времени создания прошло 50 с лишним лет, требует какого-то реального комментария. Когда его мы сегодня читаем, уже нужно пояснять, кто такое ВЦСПС, кто такой референт, и почему, собственно, песня называется «Красный треугольник». Может быть, Варя, ты пару каких-то комментариев можешь дать. Ну, ВЦСПС – это Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов. То есть это главный орган, управляющий профсоюзами, всеми профсоюзами Советского Союза. То есть довольно большая организация какая-то, да? Да, то есть смысл в том, что товарищ Парамонов действительно занимает очень высокий конъюнктурный пост. Да, про «Красный треугольник», я думаю, тоже сейчас не все знают, что так называлась известнейшая фабрика резиновых изделий в Ленинграде. Да, завод «Красный треугольник», до революции просто «Треугольник». И понятное дело, что Галич здесь намекает одновременно на любовный треугольник, который в красном, то есть советском исполнении, и обретает такие несколько макабрические черты выноса всего этого на общественное обсуждение. Но мне кажется, что здесь еще вот эта символика цветов, которые последовательно меняет товарищ Парамонова, и «Красный треугольник», это еще все немножко играет с каким-то русским авангардом. Черный квадрат, там, красным клином бей-белых. Да, это очень хорошая идея, что это такая отсылка к боевому авангардному искусству прошлого. И, как мы знаем, этому искусству сопутствовала вполне раскрепощенная половая мораль. Очевидно, дело, что такого партсобрания, на котором муж кается в гулянках на сторону, не могло быть в 20-е годы, когда Эль Лисицкий и Казимир Малевич занимались своим искусством. Но при этом вот вся эта символика цветов, она замечательна еще тем, что помимо того, что, ну просто это смешно, что она все время меняет цвета, тут есть два момента. Во-первых, она оказывается таким хамелеоном. Как только высшее начальство, то есть некая Грошева из райкома районного комитета партии велит ей помириться с мужем, она сразу же мирится. Ну и еще, соответственно, это неплохо отображает ее внешнее состояние, не только из-за того, что она как-то эмоционально, как в некоторых статьях написано, она реагирует на мужа. Черная она становится от злости, красная она становится от какого-то смущения, стыда и от того, что сейчас все это будет все-таки рассказано на собрании. Синяя она, очевидно, становится от мороза, потому что дело, видимо, происходит зимой. Да, и, наконец, белая она становится от страха, когда в присутствии начальства показывается тот самый муж. А вообще существует даже диссертация «Колористики Галича», которую я мельком просмотрел. И там сопоставляется эта песня с песней того же времени, которую мы, кстати, тоже рассматривали на предмет «Не поговорить ли о ней», с песней «Веселый разговор», там, где героиня, несчастная кассирша в продмаге, которая проживает тоже такую полную несчастье и советскую жизнь, трясет то рыжий, то пегой, то в самом конце уже седой белой челкую. То есть вот такое цветовое кодирование отмечает целый этап какой-то ситуации или жизни. Я хотела добавить по поводу хамелеонских свойств товарища Парамоновой, что в нём мне интересно. Это не первый раз, когда герой Галича как бы по мановению руки начальства совершенно меняется. То есть это очень часто у него мотив. У него есть Егор Петрович Мальцев, который хворал всерьёз, но когда ему Родина велела выздороветь и воскресность, он это сделал. Хотя уже вроде совсем умирал. Центральная газета оповестила свет, что больше диабета в стране советской нет. Именно. И он моментально выздоравливает. И примечательно, что эта песня называется «Баллада осознательности». Да. Или другая замечательная песня о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира, где Клим Петровича тащит выступать на каком-то собрании, на митинге, он привычно идёт и по дороге обнаруживает, что ему дали бумажку с речью. Этот факт сам по себе не вызывает у него вообще никакого ни протеста, естественно, ни удивления, что его зовут выступать, но речь ему суют в руки. Но, кроме всего прочего, речь это от лица женщины, которой год я вдовы, я всё счастье мирма, но я стоять готова за дело мира. «Израильская, говорю, военщина, известна всему свету. Как мать, говорю, как женщина, требую их к ответу», произносит Клим Петрович. И примечательно, что ничего страшного не происходит, да? Все воспринимают это абсолютно как должное, да. И здесь всё-таки есть некоторая градация, ну, что ли, оппортунизма у галлических героев, потому что Клим Петрович, который не только в этой песне появляется, он вообще-то персонаж симпатичный, по большому счёту. Он всё-таки видит дикость ситуации, ему странно выступать от имени матери-героини какой-то, но, конечно, ему важно, что у него это сошёл с рук, что действительно даже первый сам сдвинул ладоши, и все довольны происходящим. Так что, ну, уф, пронесло, и, в общем, больше его ничего не смущает. А если говорить о несимпатичных персонажах, вроде товарища Парамоновой, её из-за Хамелёновской, по большому счёту, абсолютно искренне. То есть я уверена, что она действительно меняет цвет абсолютно искренне, как только ей вели товарищ Грошева. Мне кажется, кстати, в сторону, что вот эти галичевские тексты, осмысляющие бессмыслицу происходящего, некоторая готовность людей действовать абсолютно по указке, невзирая на то, что у них там написано в бумажке, это такая вещь протоконцептуалистская. У Галича есть песня, в которой один за другим перечисляются, как это позднее будут делать концептуалисты, да всякие советские речевые штампы. Называется она «Композиция номер 27» или «Троллейбусная абстракция». «Он не то, чтобы достиг, он подлез, а он ей в ЦУМе пылесос и палац, а она ему подлец, ты подлец, и как раз у них годичный баланс. А на дворе то дождь, то снег, то дождь, то снег, то плач, то смех, и чей забой того казна, а кто в запой, а кто в козла, пользуйтесь услугами аэрофлота, экономьте время и тра-ля-ля». И так далее. С одной стороны, здесь вспоминается Игорь Холлин с его воспроизведением барачных разговоров. А с другой стороны Лев Рубинштейн. Да, с другой стороны Лев Рубинштейн с его карточками, с третьей стороны Бродский с его представлением. Да. То есть вот эти вещи, они как бы на слуху, что сатира и стихотворная сатира должна воспроизводить некие речевые характеристики, мгновенно узнаваемые. Кстати сказать, и у Высоцкого в его песнях тоже мы это постоянно встречаем. Сказать по-нашему «мы выпили немного», да? Да. «В такси не содят». Ну то есть такая постоянная речь. В принципе, это воспроизведение довольно древней сказовой традиции, то есть воспроизведение традиции в принципе прозаическое, изображение того, как на самом деле говорят люди. В каком-то смысле в русской поэзии это открывает Николай Некрасов, но до XX века это скорее маргинально для поэзии и характерно больше для прозы. Мне тут хочется сказать, что в своём исследовании у Галича, исследовательница поэзики авторской песни Ларисы Левина перечисляет многочисленные определения, которыми галичевскую поэзию награждают филологи. К его поэзии применяются такие понятия, как современный эпос, песни, романы, более ста повестей Галича это наша человеческая комедия, повести даже роман, целый роман, романсы, романы, малая советская энциклопедия, сложнейшее эпическое повествование и так далее. То есть, в принципе, перед нами человек, рассказывающий истории. Как тебе кажется, что Галич вот в этот эпический склад русской поэзии, какой он есть, привносит? То есть, действительно ли Галич открывает это заново? Ну, мне кажется, что хотя Галич в этом был не одинок, потому что, например, о Высоцком можно сказать то же самое, хотя его песня совершенно не похожа на песни Галича, но приём у него часто такого же. Он пишет баллады, он действительно очень-очень часто использует сказ и прочее. Галич, конечно, в это многое привносит, потому что не просто большая часть его песни представляет собой какую-то, действительно, историю с развитием сюжета, и часто это история-анекдот, но при этом у него ещё есть постоянные, сквозные, действительно, персонажи. Он выстраивает какой-то специальный мир, как, ну, я не знаю, как в «Гарри Поттере», только советский и пародийный, в котором всё очень взаимосвязано, все его, эти персонажи, можно себе представить, что они общаются друг с другом, они существуют в одной вселенной. В этом смысле, да, мне кажется, что, конечно, он создаёт целый такой советский эпос, который можно читать подряд, воспроизводя целый довольно подробно устроенный мир. И действительно, в этом мире очень многое сейчас нуждается в комментариях. Я, например, так и не выяснила, почему поясок поролоновый. Но мне кажется, что другого, собственно, нельзя было достать. Ну, некая не очень дорогая вещь, в принципе, может быть, ещё и потому, что он на эту нинульку не хотел особенно тратиться. А у него и так плохо с деньгами, он бы не мог. Он же, очевидно, живёт прихлебателем у своей товарища Парамоновой. То есть у них раздельный бюджет, можно сказать, да? Она за границу едет, а он... Но при этом ему было на что сходить в Пекин. А Пекин – это дорогой ресторан, единственный китайский ресторан в Москве, который находился на Триумфальной площади. И, в принципе, туда сходить не то чтобы было очень просто. Конечно, это примета конъюнктурного достатка. Они туда отправляются с товарищем Парамоновой. Это очевидный такой выбор, куда идти праздновать воссоединение простого советской семьи. Извини, он просто и нинульку водил в Пекин. То есть с его финансами как-то сложно. Что-то не очень понятно с его финансами. Может быть, хватило на Пекин и не хватило на приличный поясок? Нет, мне кажется, что товарищ Парамонов выделяет ему какое-то содержание всё-таки. Он, наоборот, он как бы жирует за её счёт, ещё и к тому же гад, и нинульку в Пекин водят. На это не только деньги нужно, там наверняка и попасть-то было непросто. И он туда попадал как старик Крупский, как муж товарища Парамоновой. Да, ну и естественно, там полно народу, который его сразу узнаёт и сразу всё докладывает товарищу Парамоновой. То есть сама по себе эта идея пойти туда, где тебя уже знают, довольно идиотская. А Галич говорил, в частности, про эту песню, что он сочиняет песни от лица идиотов. Собственно говоря, кто такая товарищ Парамонова, нам примерно понятно. А кто её муж? Кем он работает? Куда он пришёл на собрание? К кому? Но он является собой довольно частую у Галича фигуру такого жалкого мужичонки, который пристроился, продавшись за благополучие и всякие вот эти вот спецпайки и прочее, женившись на нелюбимой и неприятной женщине. Об этом есть у него другая песня, которая называется «Городской романс». Она вещички собрала, сказала тоненько. «А что ты тоненьку полюбил, так бог с ней с тоненькую. Тебя же не тоненько завлекла губами мокрыми, а что у папы её топтун под окнами, что у папы её дача в Паршино халуи да топтун и с секретаршами» и так далее. И вот, значит, хорошая, честная героиня, работающая, билетёршей в кинотеатре, гордо собирает вещи и уходит, как и товарищ Парамонова. Но, как мы понимаем, это совершенно другая история. А герой сидит в этом своём благополучии и дико тоскует, потому что тоненько отвратительная, любит он бывшую, но слаб человек. Да, но при этом товарищу Парамонову и было ещё куда уйти, то есть там, очевидно, не одна жилплощадь. Мне хочется ещё дать небольшой комментарий по поводу исполнения этой песни и по поводу того, каким образом она возмущала общественность. Процитировать несколько текстов. С одной стороны, это воспоминания журналиста Льва Колодного, который вспоминает, как Галич пел это в Центральном доме литераторов. В Дубовом зале в день юбилея очеркиста Николая Отарова впервые увидел Александра Галича. Это случилось лет десять спустя, когда оттепель сменилась заморозками. В той хладной атмосфере услышал вдруг речь свободную и страстную. Подобной дерзости не позволяли себе ни Акуджава, ни Высоцкий. Невысокого роста любимец женщин со щегальскими усиками, преуспевавший киносценарист, который всё имел, ни в чём не нуждался, вдруг взял гитару и превратил её в оружие. Стрелял по советской власти, издевался над партийными собраниями, нацветая святых марксизмом. Дальше цитируется несколько песен Галича и заканчивается всё как раз красным треугольником. «Иставшая народной песня про жену товарища Парамонову, заставившую неверного отчитаться об измене на партсобрании. А как вызвали меня ясник от робости, а из зала мне давай, бля, все подробности». Вот это «бля», оно, кстати, появляется, видимо, в живых выступлениях, а в каноническом печатном тексте его нет. Кто так смел тогда в Москве в 1967-м писать и петь? Слушал и думал, из зала Галича уведут на Лубянку. Ошибся, его выслали из страны через несколько лет. Надо сказать, что Галич действительно представлял собой совершенно уникальный случай человека, обласканного и состоявшегося внутри в советском официальном искусстве. Он начинал как драматург, он с большим успехом поставил, правда, впоследствии, кажется, запрещенную пьесу «Город на заре» о стройке Комсомольска на Амуре, где он сам и сыграл одну из главных ролей. И впоследствии, вот об этом своем раннем творчестве, он вспоминал с большим стыдом. Я процитирую, в спектакле «Город на заре» я играл одну из главных ролей комсомольского вожака Борщаговского, которого железобетонный старый большевик Багров и другие хорошие, в кавычках, комсомольцы разоблачают как скрытого троцкиста. В конце пьесы я уезжаю в Москву, где совершенно очевидно буду арестован. И весь этот спектакль он, значит, впоследствии называет ходульной романтикой и чудовищной ложью. Чудовищная ложь, понятное дело, в частности и потому, что Комсомольск на Амуре строили не комсомольцы, а заключенные в основном, которые даже в шутку называли себя комсомольцами, часто зэки, потому что все, что они делали, всех усилия приписывались энтузиазму комсомольцев. Но интересно, что весь этот гениоль на собрании через несколько лет пришлось пережить самому Галичу, потому что он отказался от благополучия не то чтобы резко и как-то демонстративно, он просто начал петь. Он начал писать свои песни, понимая, на какой риск он идёт. Да, собственно говоря, вот эта мной зачитанная цитата из воспоминаний Колодного, она имеет довольно любопытную параллель. Колодный пишет, что Галич превратил песню в оружие, и именно так называется погромная статья против Галича, вышедшая в газете «Вечерний Новосибирск» в 1968 году. Её написал писатель-фронтовик Николай Мейсок, и называется она «Песня – это оружие», и это одна из статей, которые, собственно, повлекли за собой такую полосу проработок и шельмования в адрес самого Галича. Тут я тоже процитирую, потому что, опять-таки, это товарищ Парамонова как красная тряпка действует на такого правоверного коммунистического писателя. «Галич, Галич», шепчут в зале, «Галич, автор великолепной пьесы «Вас вызывает таймыр», автор сценария прекрасного фильма «Верные друзья», некогда весьма интересный журналист, он, трудно поверить, но именно этот, повторяю, вполне взрослый человек, кривляется, нарочито искажая русский язык. Факт остаётся фактом. Член Союза писателей СССР Александр Галич поёт «От лица идиотов». Новая песня. И опять исповедь омерзительного типа с моралью предателя, который готов изменять не только жене, не только своей чести коммуниста, но умело обманывает людей. На первый взгляд Галич высмеивает подлеца, но вслушайтесь в его интонации, в словарь его песни, которая как бы в издёвку названа «красным треугольником». Подлец, его жена начальница ВЦСПС, и его падла, которую он водит по ресторанам. И опять, вместо того, чтобы освистать своего героя, Галич делает его победителем. Она выпила дюрсо, а я перцовую за советскую семью образцовую. Да, это, разумеется, нелепость обсуждать личные отношения супругов на собрании. Но Галич не об этом. Своим букетом таких песенок он как бы говорит молодёжи. «Смотрите-ка, вот они какие, коммунисты». И надо сказать, что критик Мерисов совершенно прав. Конечно. Он понял, про что пел Галич. Да, надо сказать, что собрание, на котором прорабатывали Галича, вёл Сергей Михалков. И Галич тоже на нём отделался строгачом с занесением. И он тоже зачитывал оправдательное письмо, разве что бумажку, что он псих не зачитывал. В этом письме он говорил, что он никакой не антисоветчик, а советский писатель, что автор статьи песни «Это оружие», значит, его морального облика сказил и прочее, и прочее. И в своё оправдание сказал, что он, например, именно понимая, что широкая аудитория может исказить, не понять смысл его песен, он отказывается от выступлений в многочисленных аудиториях, в каких-нибудь институтах, в каких-то клубах и так далее. Потому что я, говорят, не артист, не исполнитель, а просто вот у меня, значит, очень сложный жанр, публицистическая сатира. Понятно, она не всем, поэтому я вот исполняю её келейно. Ну, то есть сыграл в дурочку немножко в комитетном смысле, да? Да, то есть он сам прекрасно владел этим языком, что ему и помогало его же пародировать и высмеивать, очевидно. По поводу бумажки, что он псих, это, надо сказать, тоже у Галича встречается ещё и в других его текстах, в частности, в балладе «Право на отдых», где герой едет к своему брату навещать его в психиатрической санатории «Белые столбы». И, в конце концов, меняется с ним местами, потому что оказывается, что это место... Ах, у психа в жизни так бы жил любой. Хочешь спать – ложись, хочешь – песни пои. И братан ему говорит, осень, ты побудь тут за меня денёк-другой, и этот человек охотно на это соглашается и говорит, братан в пиджак, да и к поезду, а я булавочкой деньги к поезду и иду себе на виду у всех, а и вправду мне отдохнуть не грех. То есть, да, никакой карательной психиатрией тут не пахнет, а примерно как у Ярослава Гашика в похождениях «Браво с Алташвейка» оказывается, что сумасшедший дом – это самое милое место, где на самом деле можно отдохнуть от действительно безумной и угнетающей действительности. Мне хочется ещё буквально несколько реалий здесь пояснить, потому что, ну, песня к этому взывает. Вот ты сказала про строгача с занесением, тоже, видимо, надо расшифровать. Строгий выговор с занесением в личное дело. Это значит, что человека, например, не увольняют, не выгоняют из партии и так далее. Но вот выносят ему предупреждение – это как, можно сказать, маленькая аналогия с условным сроком. То есть, если он ещё раз оступится, то уже будут какие-то гораздо более серьёзные последствия. И, конечно, это такое пятно на биографии. Ну, этот строгач, он, конечно, всегда в его личном деле будет выскакивать, если он опять набедокурит. Да, и припоминаться ему при каждом случае, да. Как пишут комментаторы Галича в томе «Библиотеки поэта», «Последняя мера перед оргмерами, выражавшимися в понижении в долгности, исключении из партии или увольнении». То есть, его пожурили по-хорошему. И примечательно, что к этому строгачу весьма наплевательски относится и вышестоящая начальница. Схлопотал он строгача, ну и ладушки. То есть, как бы этого достаточно для того, чтобы всё снова вошло в своё русло. Нам показывают, каким образом вот эти самые оргмеры влияют на, казалось бы, неформализуемую частную жизнь. А что с буфетом и сардельками? Почему все побежали в буфет за сардельками? Потому что сардельки в дефицит, а поскольку мы находимся в большом важном советском учреждении, то там выбрасывают, как говорится, в буфете всякий дефицит. И это единственный способ эти сардельки купить. Вот, например, в этот раз сардельки выбросили, а в другой раз что-нибудь ещё там дадут. Понятно же, это как бы система закрытого распределения благ, который наш герой присосался удачно, женившись на товарища Парамоновой, и очень не хочет всю эту историю терять, естественно. Мне, кстати, кажется, что вот эта строфа, она позволяет точнее датировать песню, потому что свободу Африки и дальше упоминается Гана. И тут стоит посмотреть, какие события в Гане в этот момент происходят, а там происходит переворот в феврале как раз 1966 года, когда смещают президента-социалиста Квамин-Круму, и там какой-то несоциалистический, ненародный режим воцаряется, поэтому, собственно, Африки и свободу. Этот Нкрума пришёл к власти как раз за несколько лет до этого, и поэтому осуждать Ганну в 61-м или 63-м году никто бы не стал. То есть, мне кажется, что перед нами как раз такая деталь, которая позволяет точно сказать, когда происходит дело и когда написаны песни. Ну да, а я хотела ещё сказать про евангельские мотивы в этой песне, как ни странно, потому что вообще Галич был человеком православным, он был крещён надцом Александром Менем, евангельские мотивы у него нередки, поэтому я не уверена вполне, но мне кажется, что есть основания говорить о них и в этой песне. Ну, во-первых, интересно, что Галич, создавая этот свой сказ, очень хорошо использует действительно существующие фризологизмы, а также часто придумывает свои, которые звучат абсолютно органично. Например, товарищ Парамонова говорит ему «Ты мне лазарь, не пой». Возможно, это выражение тоже нуждается в пояснении. Это выражение отсылает к одной из притч о бедном лазаре в Евангелии от Луки. Это не тот лазарь, которого воскресил Христос, это его тёзка. Нищий именем лазарь, который лежал у ворот богача и желал напитаться крошками, падающими с его стола. И в старой России дореволюционной была традиция, что нищие пели всякие фольклорные духовные стихи об этом бедном лазаре, намекая на то, что им надо подать поскорее. То есть петь лазарь означает как-то жаловаться на свою судьбу. Прибедняться, да? Не просто прибедняться, а ещё и что-то себе за это выпросить. Прибедняться с какой-то корыстной целью. Так что она очень точно это употребила. То есть она понимает, что он, собственно говоря, лицемерит и здесь, когда он начинает слёзно просить прощения. Никто ни в чём не сомневается. Они же все друг друга дублируют. Например, Нинулька, тётя Пашина, тоже её всё устраивала. А после строгача они уже ничего не хотят иметь общего с аморалкой. Слово аморалка, которое тоже вот так. Замечательно, что все эти формальные слова таким образом в советском сленге переделываются и становятся строгачом и аморалкой. Аморалка – это тоже такая вполне себе формулировка. Да, аморальное поведение. Конечно. Поведение таким было с самого начала, можно сказать. Но ни тётя Пашина, ни Нинульку это не смущало, пока дело не стало разбираться на собрании. И ещё одно выражение, которое, мне кажется, принадлежит самому Галичу, это когда герой оправдывается и говорит, но живём же, говорю, не на облаке, это же только, говорю, соль без запаха. Соль без запаха, ну понятно, что имеется в виду, это просто присказка у него, чтобы, мол, все мы слабы и грешны. Но это выражение приводит на ум, опять же, евангельское выражение слова Христа, вы соль земли, а если соль тратит как бы солёность, то что же сделать её обратно солёной? То есть в этой песне мы имеем дело с такой советской солью земли, то есть представителями номенклатуры, которые должны быть как бы лучшими людьми Советского Союза, а в действительности они, конечно, совершенно испоганились. Ещё одна вещь, которая здесь, наверное, стоит среди всех этих многочисленных советских мемов и устойчивых выражений упомянуть, это растленное влияние Запада, которое здесь приплетается абсолютно ни к селу, ни к городу, потому что абсолютно ничего конкретно западного в ухлёстывании за какой-то девицей нету, но очевидно, что здесь такой способ свалить с больной головы на здоровую, произнести ещё одну какую-то ритуальную формулу, которая, возможно, смягчит человеческую участь, а она показывает, что он ещё способен к покаянию и видит свой идеологический просчёт. Ну, мне кажется, что тут как-то всё проще и циничнее. Он показывает, что он готов играть по правилам, что он как частное лицо, что ли, оступился, но он абсолютно принимает все правила, он не возмущается, он не бросается за Ниночкой, и эта Ниночка-то ему, в общем, на самом деле не очень сдалась, видимо. Это как балет. Каждый из них знает свой шаг и своё па следующее. И вот он это показывает. Это действительно как-то верно заметила ритуальная фраза «Растленное влияние Запада». И надо сказать, что вся эта риторика, как ты понимаешь, сейчас звучит очень и очень свежо. Да, эта песня на самом деле абсолютно, как и многие галичевские песни сейчас звучат, как будто они только что написаны, потому что всякие наши инициативы по регулированию личной жизни, которые проникают всё глубже и глубже в эту самую личную жизнь, это то, что у всех на устах. Ну, а «Растленное влияние Запада», которое, кстати, цитируется всегда при этих инициативах, это мем, который, как мы знаем из исследований Александра Долинина, восходит не просто к полемике славянофилов и западников, когда его употребляют все, кому не лень, Шевырёв, Погодин и так далее, но приходит с самого Запада и вот этот загнивающий Запад это такая история, которую мы у Запада же и перенимаем. Ну да, то есть это песня о том, что лично это политическое на самом деле и оно становится всё более политическим сейчас, причём с любой идеологической стороны и с той, которая сетует на растленное влияние Запада и боится, не знаю, солдатов НАТО, и с либеральной стороны, где люди тоже всё более внимательно к моральному облику друг друга и постоянно ломают копья на эту тему. Я бы, кстати, сказал, что вот помимо идеологии, совсем помимо идеологии в этой песне есть ровно совсем как бы служебные рефрены «нет как нет, ну прямо нет как нет», «ой-ой-ой», «ну прямо ой-ой-ой» и так далее. Это то, что человек позволяет себе в качестве совсем частного комментария. За «ой-ой-ой» и за «вот тена» его уже никто не осудит. Это какой-то внутренний монолог. Ну что же, Варя, спасибо большое. Мы сегодня поговорили о красном треугольнике Александра Галича, тексте, с одной стороны, требующем исторического комментария, а с другой стороны, вновь, и всё более и более актуальным. Я предлагаю небольшой фрагмент из авторского исполнения Галича под конец послушать. С вами был подкаст «Между строк», подкаст о русской поэзии. Меня зовут Лев Аборин, с нами была Варвара Бабицкая. Большое спасибо и до следующих выпусков. И нажал, и я и добрал, да испытывал, и бумажку, что я психом зачитывал, но поздравили меня с воскресеньем, залепили страхача с занесением. Ой-ой-ой, но прямо ой-ой-ой-ой. Субтитры подогнал «Симон»